Впервые после обретения Молдовой независимости фермеры получат льготы, которые сократят потери из-за сасухи и заморозков. Протестующие сельхозпроизводители пришли к общему знаменателю с правительством после встречи в минувшие выходные. В то же время парламентская рабочая группа из депутатов фракции по СРМ, ДПМ, ПДС и по ПДП совместно с Кабмином определила ряд решений по облегчению времени земледельцев. Руководство страны и представители парламентской рабочей группы заявляют, что сейчас самое важное для государства – помочь сельхозпроизводителям преодолеть кризис и подготовиться к будущему сельскохозяйственному году. Таким образом, одна из мер, предложенных и принятых фермерами, пришедшими на переговоры с правительством – использование налога на добавленную стоимость для уплаты налогов на заработную плату фермеров. Руководство не вытаскивает деньги из бузынера, после чего solicитие о распределении этого, а в том, что они будут налогов на заработную плату. Это ущерение, а не для agricторов, которые не имеют деньги на заработную плату. Более того, фермеры, взявшие кредиты на покупку сельхозтехники у госпредприятий 2KР и Мекагра получат каникулы на погашение суд. Также из Фонда Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве погасят проценты по кредитам в размере до 150 тысяч лев взятым сельхозпроизводителями. Продолжение следует... В то же время начаты переговоры с коммерческими банками, которые намерены предоставить каникулы для выплаты кредитов и процентов. В то же время было решено выделить еще 100 миллионов леев к дополнительным 200 миллионам выделенным из бюджета на покрытие убытков, понесенных фермерами из-за засухи. Субтитры создавал DimaTorzok В то же время предоставить каникулы для выплаты кредитов для выплаты для выплаты кредитов для выплаты кредитов. Премьер Ион Кико, а также представители парламентской рабочей группы, уверяют фермеров, что власти делают все возможное для поддержки отрасли и призвали их отказаться от протестов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скоро ситуацию в сельском хозяйстве премьер Ион Кико обсудит с представителями Международного валютного фонда. Они проанализируют возможность оказания дополнительной поддержки фермерам.